Привет, мои золотые! Сегодня нас ждет яркий, необычный, веселый челлендж с кучей разных образов, с кучей локаций. Мы сегодня не будем сидеть дома, но обо всем по порядку. Сначала с вас лайкосик, подписка на канал и погнали я вам расскажу подробности. В общем, что мы сегодня будем делать? Я 24 часа буду жить по интуиции, точнее одеваться по интуиции. Короче, я не знаю, видели вы или нет, в ТикТоке был такой челлендж, когда вам там разные шмотки показывают сзади, и потом вы собираете лук из того, что вы выбрали. Так вот, сегодня я целый день вот так вот на интуиции буду собирать себе луки и буду отправляться там в кафе, в парк, в супермаркет, в общем, будет весело. Виталик приготовил мне уже одежду, он встанет сзади, и я буду выбирать, в чем я сегодня пойду. Итак, первое место, в которое мы отправимся на завтрак, это кафешечка. Итак, Зая, в чем я отправляюсь в кафешечку? Надеюсь, интуиция тебя не подведет. Итак, в чем я пойду? Я выбираю вот это. В кафе? В кафе. Ну, неплохой выбор, Заюнь, молодец. В смысле неплохой выбор? Алло, дай сюда, что я там выбрала? Короче, Заюнь, смотри, ты выбирала вот из этого, вот есть две такие шмотки, видишь? Вот две такие шмотки. Да. И что-то выбрала, нет, дорогой, нет, это одно, нет, ты выбрала шортики. В смысле нет, ты выбрала шортики. Вообще-то осень на дворе, ты что, совсем какие-то вещи подбирал мне? Я не понимаю, сейчас осень, ты мог соответствующий? Я надеюсь, нигде нет шубы. Я надеюсь, нигде нет купальника. Алло, как ты вообще подбирал? Я в этих шортах пойду на завтрак в кафе? Итак, сейчас твоя интуиция решает, какую обувь ты наденешь в кафе. Выбирай. Так, подшорты, подожди, подшорты. Шорты такие короткие, я замерзну, я надеюсь, ты мне приготовил какие-то сапоги длиннющие, которые все закроют. Да. И я выбираю, ну-ну-ну-ну, опять вот это. Вдруг мне в этот раз повезет. Блин, ну да, повезло. Я бы хотел, конечно, чтобы ты выбрала кое-что другое. Это было бы веселее. Давай, давай, что я там выбрала? Ты выбирала из вот этого и из вот этого. Фух, как хорошо, что я выбрала этого. Представляете, вот эти шорты и каблуки. Кроссовки, победа! Зайоня, готова выбирать? От твоей интуиции зависит, замерзнешь ты или нет. Ты выбираешь вверх. Я очень надеюсь, что ты мне приготовил какой-нибудь плащ, чтобы прикрыть эти коротюсенькие шорты. И я выбираю вот это. О, по-моему, отличный выбор. Твоя мама будет довольна, ты точно не замерзнешь. Ты выбирала вот это и вот это, и выбрала вот это. Поздравляю! Зайоня, это новогодний свитер! Камон, у меня куча нормальной одежды, осенней, красивой. Новогодний свитер и шорты. Просто зашибись, Лук. А вот от этого выбора зависит, будешь ты элегантная в кафе или не очень. Ты выбираешь аксессуар, комфорт или стиль. Слышишь, я уже буду красивая не очень, блин, в новогоднем свитере и в шортах. Мне уже вообще ничего не поможет. Я надеюсь, там какая-нибудь паранжа во весь рост. Ладно, так. Так, я в прошлый раз вот здесь выбирала. Но я еще раз здесь выберу, потому что вдруг мне повезет. Давай вот здесь, в этой руке. Неплохой выбор! Ты в кафе будешь самая стильная, держи. А выбирала ты из вот этого вот. Ну, рюкзачок неплохо к шортам. Подождите, шорты, кроссовки и вечерняя сумка. Зай, вообще, как ты мог такие луки собирать? Я не понимаю, ты мог что-то нормальное выбрать мне? Итак, Зай, у меня завершающий этап, который дополнит твой лук. Что там еще? Аксессуар на голову. На голову, хорошо. Надеюсь, это шапка с дырочками. Знаешь, Балакова или как она называется? Так вот на лицо, просто, чтобы меня никто не узнал. Я не настолько брутальный. Я не настолько хочу над тобой поиздеваться. У меня все цивильно. Ладно, цивильно у него. Мне уже ничего не поможет. Давай вот в этой руке. Блин, я хотел, чтобы ты выбрала в другой руке. Ты выбирала из вот этого и выбрала очки. Слово богу. Все, я вот так вот закроюсь. Надеюсь, меня никто не узнает. Капец. Все, лук собран. Я пошла собираться на завтрак. Так, ребят, привел Афинку в кафе. Ну как привел? Посмотрите на ее вид. Это просто жесть. Всем джинглбеллс. Джинглбеллс. Короче, только оцените, ребят, лук. Значит, что у нас тут имеется? Кроссовки, шорты для пробежки, новогодний свитер и сумочка для вечернего выхода. Плюс солнечные очки. Только представьте себе это, ребят. Солнечные очки как раз, чтобы меня вообще никто не запалил. Господи, это позорище просто. Заюнь, этот наряд, это просто финиш. Садись в уголочек. Холодный стул, блин. Холодный стул. Капец. Заюнь, ну садись, садись просто, чтобы не выделяться. Сейчас осень, осень, вообще-то. Холодный стул. Ты хочешь зайти внутрь, где еще больше людей, Заюнь? Давай, терпи. Терпи, если не хочешь опозориться еще больше. Или пойдем внутрь. Пойдем внутрь. Ладно. Наконец-то, капец. Так, моя модная сумочка. Тут меню по QR-у давай. Закьюаримся. Заюнь, ты такая модная, реально. Прям это финиш, а не лук. А то. Так, нам уже принесли наш заказ. Посмотрите, просто. А, аппетичнейший чизкейк. Аппетичнейший. Чисто, что у меня язык заплетается, я еще просто ничего не попила. У тебя, посмотришь, что я тебе заказала вообще? Ты вообще оценил? Это этот, меренга. Меренга, понимаешь? Это безешечка твоя любимая, а? Спасибо за это. Ну и чаечек облепиховый. Но, если честно, мне не очень комфортно есть меренгу в компании такой великолепной Дивы. А в чем проблема? Ну, проблема в том, что тут очень много людей. Они проходят и тыкают на нас пальцами. А я, между прочим, смотри, как я отвернулась от людей, чтобы они меня не заметили. Ребята, ну я тут нацвенечиваю, извините, пожалуйста. Я заказала чизкейк с карамельным попкорном. Не знаю почему, но он мне напоминает Новый год. У меня же сегодня джинглбеллс. Вот, поэтому никакого кофе, ничего. Облепиховый согревающий чай и попкорн. Все, у меня Новый год. А мне нравится этот лук. Ох, ребят, позорище, конечно, это было знатное. Это капец. А сейчас я буду собирать лук в парк. На прогулочку в парк. Зая, надеюсь, это будут нормальные шмотки, а не новогодний свитер. И не шуба, пожалуйста. Надеюсь, ты меня услышал. Итак, для прогулки в парк тебе нужно потеплее одеться, потому что что-то у нас внезапно похолодало. Надеюсь, интуиция тебя не подведет. Выбирай. Надеюсь, это не шуба, надеюсь, это не шуба. Это низ или верх? Это низ. Так. Вот это. Ооо. Походу прогулка в парк будет очень веселой, Заянь. Ты выбирала из вот этих замечательных джинсов. Ну, я второй раз их не выбрала, дай мне их, пожалуйста. Нет, Заюня, правило есть правило. Ты выбрала пижамные штаны. Блин, ну что ты их вообще брал, Зая? А можно переиграть? Нет. Я отправляюсь в парк в пижамных штанах. Ты плохо меня слышишь. Доверься своей интуиции. Тебе нужно потеплее одеться. Ты выбираешь вверх, поехали. Я, конечно, намерзлась в шортах. Так, я выбираю вверх. Чтобы прикрыть пижамные штаны, мне нужно что-то наверх очень длинное. Я надеюсь, я это выберу. И я выбираю вот в этой руке. О, ну в принципе, они неплохо подойдут к пижамным штанам. Ну и что я выбрала? Ты могла выбрать вот эту замечательную футболку, но выбрала рубашку. Но в принципе, в принципе, сочетается, согласитесь. Еще неплохо сочетается. Итак, Заюня, сейчас ты выбираешь аксессуар на голову. Ты помнишь, что неправильный выбор может просто испоганить любой лук. Поэтому доверься своей интуиции. Он и так уже испоганен вообще-то. Еще раз тебя прошу, хорошо доверься интуиции. Так, сейчас я открою все свои чакры. Настроюсь на дзен. И выберу вот это. Да хватит в левой руке все выбирать всегда. Заюнь, что ты что издеваешься? Зачем тебе выбирать в левой руке? Потому что, потому что я уверена, что ты сейчас в правую суешь непонятно что. Потому что думаешь, что я в правую тыкну, потому что я уже в левую тыкала. Это значит, по моей логике, в левой сейчас нормальная одежда. В правой была отличная кепка, которая подходит буквально к любому луку. Ну ты знаешь, да, к белому ничего так бы подошло бы. Да, но выбрала ты вот такую замечательную шляпку. Очень вообще-то экстравагантно. Блин, пижама и шляпа. Просто огонь. Я уже Заюнь не знаю, честно говоря, что может испортить твой лук. Я тоже, вот честно говоря, не знаю. Он и так испорчен. Осталось выбрать обувь. Сейчас ты выбираешь, ты будешь модницей или же тебе важен комфорт. Модница в пижамных штанах. Окей, хорошо. Снова выберешь то, что в левой руке? Нет, ты уже это разгадал, значит теперь ты что-то подсумишь. Сейчас плохое в левую руку, поэтому я выбираю в правой руке. Молодец. Я думал тебе чуть-чуть помочь, поэтому в левую руку я взял замечательные кроссовки, которые бы просто не испортили бы лук тебе так точно. Но... А я что выбрала? Но ты решила над собой поиздеваться, поэтому поздравляю. Ты сегодня модница. Зай, ты нормальный вообще? Что ты вообще каблуки вообще включил в этот челлендж? Я не хочу ходить. Пижамные штаны, шляпа, каблуки. Я иду в парк. Я просто, я не знаю, на меня будет смотреть как на городскую сумасшедшую какую-то, которая сбежала из психбольницы. Я просто не знаю, что может быть еще хуже. И сейчас мы выбираем сумочку. А как известно, сумка может спасти любую ситуацию. Правильно выбрала. Одна из двух сумочек превратила бы тебя в модницу. А другая очень хорошо подходит твоему луку и очень практичная и вместительная. Выбирай. Так, практичная и вместительная. А что мне вмещать? Мне особо нечего вмещать. А что там, модное что-то? Ой, опять, наверное, вот эту серебристую сумку, да, подсунешь? Не, я не согласна. Опять сейчас вечернюю сумку подсунет. Сто процентов. В какой я прошу раз выбирала? В правой. Ага, значит, ты сейчас по логике думаешь, что я выберу в левой. Значит, ты в левую взял какую-то фигню. Так, я выбираю в правой. Все, твой лук завершен. Нет, подожди, давай так. Я не буду идти с тобой на прогулку в парк. Что это? Я буду держаться от тебя подальше. Ты могла выбрать замечательную зеленую сумочку. Ой, ну она, ты знаешь, она не сильно подходит к моим пижамным штанам. Я тоже так подумал. Поэтому решил, что это тебе к лицу. Корзина для белья. Поздравляю. В прошлом раунде я вам говорила, что может быть хуже, да? Вот это хуже! Я иду с корзиной для белья в парк гулять. Ты в своем уме вообще? Ну что, ребята, я уже в парке. Я в этом ужасном образе. Просто, я не знаю, позорище какое-то. Зай, почему ты мне запретил очки надевать? Я хочу надеть очки, чтобы меня никто не узнал просто. Да, ребят, только посмотрите. Это каблуки, пижамные штаны. Потом у тебя идет рубашка, да? Шляпка. И самый главный атрибут – корзина для белья. Хочешь знать? Я думал, Заюнь, утром это был финиш. Но нет. Официально финиш сейчас. Вам не интересно, что в сумке у меня? Давай загляну. Обзор сумки. Обзор корзины. Что в сумке для белья у Афинки? Другая сумка и телефон. Нормальная сумка и телефон. Ну, просто я… Там должно быть грязное белье, Заюнь. Нет. Я просто… Эта сумка – это моя машинная сумка, между прочим. Вот. Поэтому я же сюда должна была как-то доехать. Поэтому вот моя машинная сумка. И я ее положила в корзину для белья. Так, ну что, мы в парке. Давай придумывать какие-то развлечения. Заюнь, хорошо, что у нас микрофонная радиосистема. Я могу идти от тебя подальше, чтобы никто не подумал, что мы вместе. Осторожней, осторожней, господи. Он чуть-чуть. Он ничего не урезал. Я чуть-чуть урезался в коляску. Давай, Заюнь, я буду идти от тебя просто подальше. Слышишь, это ты меня так нарядил. Я позорюсь, а ты что? А я просто не с тобой. Позорься вместе со мной. Нет, здрасте. Так видео не должно… Оно же не называется «Мы вместе позоримся при людях». Позоришься только ты. Заюнь, позоришься только ты в этом видео. Поэтому я буду отходить от тебя подальше. Давай, ты иди, ты иди. Подальше, подальше, подальше. Я не хочу. Нет, подальше, еще подальше. Нет, не подходи ко мне. Не подходи. Она меня уже смотрит. Что, 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 она тебя смотрит? Да. Да, действительно, вон люди ходят, смотрят. Заюнь, я что-то очень близко к тебе. Пошли огородами, пошли огородами. Здесь нет огородов. Здесь есть клумбы. Заюнь, иди подальше, давай. У меня, если что, есть зум. Я могу призумить к тебе, давай. Я заблудилась. Я призумливаю к Афинке. Типа я с ней рядышком. Но я на самом деле очень далеко. Слышишь? Я придумала, короче… Не, не, не подходи. Стой там, стой там. Я тебя прекрасно слышу. Я придумала развлечение. Пошли, короче, возьмем что-то на прокат. Какой-то транспорт. И тогда я быстро буду уезжать, если меня кто-то узнает. Пошли. Хорошо. Я, откровенно говоря, не знаю, какой Афинка будет арендовать транспорт. Я просто постою подальше от нее, чтобы никто не подумал, что мы вместе. Смотрят на Афинку. Смотрите. Они смотрят на странную Афинку. Так, мне интересно, какой транспорт она берет. Это же мне, получается, за ней бегать придется. Если она возьмет что-то быстрое. Лучше пусть берет что-то быстрое, чем что-то на двоих. Потому что мне придется с ней ездить, если она возьмет что-то на двоих. Пожалуйста, только не на двоих. Только не на двоих. Это машинка. Она двухместная? Ой, нет, нет, секундочку. Это я буду что, ездить с ней снимать ее? Ну чего, давай иди сюда. Нет, нет, я тут постою. Чего стоишь? Иди сюда. Не кричи, мы не вместе. Садись и езжай. Куда? Это на двоих, Алло. Садись, езжай. Ну ладно, все, пока. Я не... О, все, пока, пока. Людей капец. Я не собираюсь с ней ехать. Ты будешь с тобой ехать? Блин, ладно. Она, походу, не поедет без меня. У-ху. Не, если ты не хочешь со мной ехать, то и не надо. У меня тут место для корзинки, а не для тебя. Пока. Давай я просто тут буду идти сзади. Слышишь? Я просто буду тут идти. Ты не хочешь со мной покататься? И буду снимать этот позор. Но не вместе с тобой. Ни в одной кабинке. Ты можешь сесть вместо корзинки. И что, мне корзинку для белья на колени поставить придется? Слышишь? Давай я тут просто рядом похожу и поснимаю лица прохожих. Я вообще-то сейчас уеду от тебя. Все, уезжай. Так спокойнее будет. Я поснимаю просто лица прохожих. Зоя! Мне скучно без тебя позориться. Давай. Блин, ты знаешь, как на каблуках неудобно возить машинку? Вообще-то я думала, ты меня будешь возить. Давай, просто покатайся. Просто покататься на каблуках? Посмотри, нормально вообще? Зай, ну я же не виноват. Ты сама выбрала эту. Я думала, подожди, мы на двоих собирались этот велосипед арендовать. Я бы сидела тут с корзинкой бы и вот так вот бы пряталась. А ты бы меня вез. Так я должен снимать. Подожди, ты бы нас везла. Это было бы еще тяжелее. Все, адьес. Ты знаешь, как трудно вообще крутить педали и вообще понимать, куда ехать. Я надеюсь, ты меня слышишь. Где ты там ходишь? Я надеюсь, я не впиляюсь ни в кого. Ты не передумал? Нет. Точно? Точно. Бывало, мне скучно. Я могу сейчас куда-то врезаться. У меня тормоз вообще непонятно где. Капец, ребята, она едет прямо в людей. Мне кажется, на нее тыкают пальцами. Так, ребята, Афинка просто в невероятном луке на трехколесном велосипеде. Ездит, катается мимо людей. Это просто хохма. Так, только не врежься в паровоз. Да, я объехала, короче, все киоски в округе со сладкой ватой, с мороженым, со всем. Они все закрыты. Что это такое? Скажи мне, пожалуйста. А? Все закрыто. Я же как это вообще без еды осталась? Сладкая вата закрыта, мороженое закрыто, все закрыто. Ты хотела подъехать на этом интересном транспорте, в этом очень интересном луке и заказать себе сладкую вату? Да, посмотри, все позакрыто. Я не знаю, что это такое. У них, наверное, в выходные они работают, потому что много людей. А в будний день, наверное, они закрыты. Я не знаю, что происходит вообще. Ну, поехали искать киоск, который работает. Ну, поехали. Поехали. Садись, подвезу. Ладно, так и быть. Сяду, подвезешь меня. Все, можем ехать. Ох, ты слоняра, ты что вообще? Как я должна по-твоему педали крутить, а? Так, слышу, только не впиляйся в столб. Я держу руку на тормозе, смотри, тут посередине тормоз. Мне, наверное, нужно повернуть камеру, чтобы показывать лица людей. Мне стыдно. Что такое? Мне, я не помню вообще дня, когда мне было бы больше стыдно, чем сейчас. Я себя чувствую черным плащом. Я такая, знаешь, в этом, в шляпе. Так, не отпускай руль. Так, циц, короче, едем искать еду. Так, слушай, ты уверена, что ты готова справиться с этой скоростью? А что такое? Ну, что-то ты разгоняешься. Я вижу еду. Сейчас мы таки подъезжаем. Можно нам пару бутербродиков. Так, а так, ты куда едешь? Ты чуть не заехала на траву. Я нормально все вообще. О, смотри, мороженка. Что, заказывай давай. Все, слышишь, а ну, на ручнике постой. Здрасте. Где мой кошелек? Дай мою сумку. Ух ты, какое мороженое, такого не ела. Давайте клубнику, баблгам и сладкую вату. Намиксовать. Спасибо. Прикольно. А ну, мою сумку, корзину, пожалуйста. Подержи, держи. Блин, ты такой сон. Мне было нормально, когда я одной ездила. А я говорил тебе. Я говорил тебе, лучше бы я ходил вокруг тебя. Давай припаркуемся, где-нибудь поедим нормально. Я предлагаю парковаться в тенечке где-то. Слушай, прям здесь, на центральной аллее, давай. На глазах у всего. На дороге не паркуется, как бы, прям вот на дороге. Ты загадила проезд. Да, я хочу мороженое вообще. Я такого еще не пробовала. Прикольно. Ребят, вы ели мороженое в гранулах? Я никогда не ела. Ммм, оно охородное. Ну так, это же мороженое. А, блин, вкусное вообще прикольно. Ммм, у меня же тут разные вкусы намиксованы еще. Это очень вкусно. Ммм. Так, на нас он смотрит все, посмотрите. Идут впереди и смотрят на нас. Они завидуют нашему мороженому. Я надеюсь, что они завидуют нашему мороженому. Но мне кажется, подходя к нам, они мороженое даже не видят. Они видят тебя в пижаме и меня с этой корзиной для белья. Очень вкусно. Так, ну что, погнали покатаемся и будем сдавать транспорт. Ну раз поехали покатаемся, то катай меня. А ты меня будешь кормить? У меня нет столько рук. Тогда выключи камеру, корми меня, а я буду тебя вести. Почему он на меня так посмотрел? Есть миллион причин, почему на тебя сейчас можно так смотреть. Очень странно. Можно не заезжать в люки, пожалуйста. Вообще, на самом деле, холодно. Люди в кожанках и в куртках ходят, а я в пижаме ложу. Так, ребята, Афинка приехала сдавать свой транспорт, а я снова ныкаюсь в кустах. Что? Модница и пошла с корзиной для белья, как настоящая модница. Ну идем, чуваты. Ребята, мы нашли Белочку. Какая красивая Белочка. Тут столбились люди, тоже смотрят на Белочку. Она только что сюда прыгала, потом убежала туда. Она ведь испугалась меня, да? Поэтому она убежала туда. Зая, да ты посмотри на себя. Конечно, она тебя испугалась. Смотри, она идет сюда. Белочка. Белочка. Белка, иди сюда. Блин, и орешков нету никаких. Белка. Она такая смешная. Зая, ты ее в этом луке пугаешь. Пойдем. Ой, посмотри, еще одна. Глянь, сколько их. Глянь. Они что, дерутся? Пошли быстрее, посмотри. Глянь, снимай, снимай. Драка, 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 снимай. Ну вон они. Я тебя сейчас наваляю. Я тебя сейчас наваляю. О, ну дай ему у тебя ех. Куда побежала? Ты облезший хвост. Я тебя сейчас наваляю. Итак, ребята, позора мне на целый день просто вот так вот выше крыши. Хуже быть уже не может. Сейчас мы отправляемся в супермаркет. И я очень надеюсь, что это будет вменяемый лук. Давай, жги. Мне очень интересно, в чем ты пойдешь в супермаркет. Выбираем низ. Низ, хорошо. Слушай, у меня там есть вообще пижамные трусы. Надеюсь, это не тот случай, нет? Короче, я выбираю вот в этой руке. Блин, блин. Ты могла выбрать замечательные пижамные шортики. Посмотри. Замечательные. Ничего. Нормально. Позориться так позориться. А что я выбрала хоть? А выбрала ты вот это. Уху. Неужели к концу дня мне начинают везти, а? Заюня, готова выбрать верх для похода в супермаркет? Готово. Ну, хоть расскажи, что там. Я не знаю. Откровенно говоря, я не знаю, что это. Там она, мне кажется, это верх. Это какая-то чупакабра. Чупакабра? Да. Выбирай. Чупакабра или... Ну, я не знаю, тут вообще ткани нет. Тут ткань пожалели. В общем, или ты будешь мерзнуть, или ты будешь чупакабра. Выбор у тебя невеликий. Блин, я уже сегодня намерзлась. Ладно, хрен с ней, с чупакаброй. Ну, я уже выбирала. В правой, давай в левой. Блин, ты как будто знала, что чупакабра в левой руке. А я знала, потому что... Ты могла выбрать вот это. Фух. Не, он, кстати, сочетается нормально. Но это очень холодно. Ты догадалась, что чупакабра, я имел в виду именно вот эту штуку? А как я, по-твоему, могла догадаться? Это вообще-то не чупакабра. Это топ с рукавами. Ну, посмотри, это чупакабра. Оно как чупакабра, как карангутан. Гу-гу-гу. Вот так вот ходит, видишь? Сам ты чупакабра, а? Я знала, что в твоей руке чупакабра. Потому что, когда ты говорил, ты наклонял голову и говорил, вот тут чупакабра, а вот тут вот нет одежды совсем. И я слышала по голосу, куда ты говоришь, и я не хотела мерзнуть. Поэтому я выбрала чупакабру. Блин, я стратил. Итак, сейчас мы выбираем головной убор. Это очень важно, знаешь ли. От него зависит, будет на тебя пялиться. Ну, в принципе, на тебя и так будут пялиться. Выбирай. А какой там выбор хоть? Сейчас узнаешь, ты выбирай сначала. Все, твоя интуиция. Никаких вопросов. Доверься интуиции, юный подаван. Так, хватит говорить в два уха. Ладно, так, моя интуиция говорит мне выбрать... Что ты там дуешь? Ветер задувает. Ага, ветер задувает. Так, ты хочешь, чтобы я это выбрала? Значит, я выберу это. Я ничего не хотел, я могу сюда подуть. Все, я выбираю это. Ты могла выбрать безобидную панамку. Ну, еще и ничего. А выбрала шапку и очки пилота. И чтобы эти очки обязательно надела. Серьезно? И натянула на глаза. Лыжная шапка в сентябре, очки пилота. Сам ты очки пилота, это лыжная шапка. Готова к следующему раунду? Что ты так близко говоришь к уху? Готова. Готова выбирать? Готова. Сейчас ты выбираешь обувь и, в принципе, на этом раунде ты можешь отдохнуть. Не важно, что ты выберешь. Будет одинаково плохо. Выбирай. Я выбираю... Интуиция мне подсказывает... А ну, пошлисти. Так, интуиция мне подсказывает вот это. Ты могла выбрать замечательную обувь на каблуках. Как хорошо, что я ее не выбрала. Интуиция меня не подвела. Я находилась, спасибо. Вместо этого ты выбрала тепленькие сапожки. Поздравляю. Ну, ты знаешь, вообще-то это модно. Шорты с сапогами, шорты с ботинками. Я так никогда не одевалась, но все бывает первый раз, и вот у меня шорты и ботинки. Без чего нельзя уважающей себя даме выходить на улицу? Без сумочки. А без чего нельзя выходить в супермаркет? Без чего? Без пакета. Без пакета. Сейчас ты выбираешь аксессуар. Сумочку. Вместительную. Для супермаркета. Ты что, мне пакет приготовил? Сейчас все узнаешь сама. Выбирай. У меня пока нормальный лук. Пока что. Более-менее. Если ты мне сейчас подсунешь корзину для белья, это будет очень странно смотреться в супермаркете. Короче, вот здесь. Все, твой лук завершен. Заюня, твой лук завершен. Это очень плохой знак, ты очень доволен. Ты идешь в супермаркет. Ты очень доволен. Могла бы идти в супермаркет с хорошим, вот таким вместительным рюкзачком. У тебя слишком довольная морда. У тебя слишком довольная морда. Ты знаешь, с чем ты идешь? Пакет. Поздравляю. Ты идешь с сеточкой. Это авоська специально для супермаркета. Да, да, и ты с ней идешь в супермаркет с авоськой. Ребята, встречайте звезду супермаркетов. Погнали. Не вижу гладости в глазах. Ну что, ребята, я в супермаркете в своем шикарнейшем луке. И сейчас в эту авоську я себе положу продуктиков и куплю. Я, короче, замыкала маску. Если меня кто-то спалит, я ее быстро надену. Погнали. Первое дело, это, конечно же, сладости. Гляньте, побежала. Она на нюх чует, где отделся сладостями. Я в раю. Нагреваем. Слушай, я могу все покупать, все, что уместит моя авоська, да? Покупай все, что ты захочешь. Раз уж ты позоришься, так хоть покушай вкуснее. Это какие-то эти пасхальные, я такие не хочу. Так, что еще вкусняшечки какие? Милка, ням-ням. Че так пялится? Заюнь, ну ты просто странно выглядишь в лыжной шапке и шортах. Так, че мы еще возьмем? Зай, ты что-то хочешь тебе взять? Хочешь, тебе баунти возьму? Конечно взять, ты еще спрашиваешь. И баунти бери, и еще что-нибудь вкусненькое. Давай устроим пока смод. У тебя есть продуктовый подиум, будешь блистать. А воська ненадежная. А где все люди? Мне нужны зрители. Где все люди, я не поняла. Зай, ты можешь поспокойнее передвигаться? Не привлекай внимания. Блин, с этой воськи все выпадает. Зай, ну тебе просто не судьба. Сегодня есть баунти, понимаешь? Слышь, что значит не судьба? Все, погнали на другой отдел. Зая. Че? Тут что-то, смотри. Ты такое видел? Что там такое? Вот это крипс. Чего это такое? Картопля не хрустики. Это типа чипсы, но только по-другому называется? Хм, интересно. Смотри, а тут какие-то с лисиутропуку. Лисиутропуку. Ты такое пробовал? Не-не, не пробовал такого. Хрустики с сочевитси. Что такое сочевитси, я не знаю. Ну, чем мы будем? Давай попробуем вот эти штуки, а? Лучше не стоит рисковать. Ребята, если вы пробовали, пишите в комментариях. А если вы не пробовали, то гол со мной пробовать, я, наверное, в инсте попробую. Я только за. Очень прикольные штучки. Гони мою авоську. На. Чего это я без нее хожу? Ты вообще, что ты меня не оштрафовал? Вообще-то не полный лук без авоськи. Все. Погнали дальше. Поспокойней передвигайся. О, пошла, пошла. Не поверите, но эта мордочка пошла покупать рыбу. Не очень фэшн, да? С ее авоськи будет нести селедкой на всю машину. А если еще и протечет в багажнике, ой, я этого не переживу. О, скумбрия, ням-ням. Надеюсь, Афинка сварит дома картошечки к ней. Кукуруза. Слушайте, мы вообще великие знатоки кукурузы. Мы очень ее любим, но тут она такая паршивая вообще просто. Ну как это, возможно, есть, а? Не, кукурузу мы сегодня не берем. Что мы берем? Бананы тебе берем? Конечно, бери бананы и побольше. Господи, я же просил не привлекать внимание. На тебя и так все пялятся. Да, ну тут так себе бананы, я тебе скажу. Тут вообще так себе эти всякие овощи, фрукты, смотри. Можно подумать, ты разбираешься в бананах. Как ты думаешь, моя авоська выдержит арбуз? Не, я за нее очень переживаю. Да ты подавишь все своим арбузом. Останемся без чипсов. Апельсины берем? Апельсины, я спрошу, берем? Конечно, берем. Хоть апельсинов поем. Бананы зажала. Че ты плюешься? Ну блин, я не могла открыть этот пакет. Что тут такого? Че ты мучаешь этот пакет? Драка, драка. Афимка против пакета. Кто кого? Это все из-за тебя. Пакет побеждает. Не сари мне тут. Да ты же сама его выкинула. Я-то тут при чем? Ты этого не видел? Все, я беру апельсины. Раз, два, фу, три. Кнопочка четыре. Слушай, пока разберешься с этими весами самообслуживания, пока все номерочки запомнишь, для меня это сплошное мучение. Для кого тоже? Пишите в комментариях. Что, не смотри, я тебе бананы не куплю. Я вообще-то тебя снимаю. Я их не ем. Да я уже понял, что остался без бананов. Погнали дальше. Да конечно, ты бы еще больше напихала в нее. Ну что, ребята? Напихала я свою авоську. Все скупила. Вы посмотрите, эта авоська просто еле-еле выдерживает. Она сейчас рэпнет. Ну все, погнали домой. Я тебя сейчас довезу с ветерком. Погнали! Дい Harley- coordinating 했 horrific. СRR. Редактор субтитров.